Японская Мазда представила новое поколение своего самого большого кроссовера CX-9. Модель какое-то время присутствовала на российском рынке, но популярностью не пользовалась, в результате продажи были приостановлены. Комментируя это решение, в Мазда заявили, что на североамериканском рынке на модель почти ажиотажный спрос. И чтобы его удовлетворить, все произведенные автомобили будут поставляться в Америку и Канаду. Для новой модели заокеанский рынок тоже является стратегическим. Японцы планируют продавать там порядка 50 тысяч автомобилей в год. Но на фоне популярности младших моделей, в первую очередь кроссовера CX-5 и седана 6 серии, возможно CX-9 появится и в России, несмотря на кризис. Дизайн Мазда сейчас очевидно на подъеме. Неоднократно слышал мнение, что, например, седан 6 серии самый красивый в классе. Дизайн штука субъективная, но это утверждение недалеко от истины. Выглядит шестерка действительно отлично. Правда, в случае с новым CX-9 удачный фирменный стиль, по-моему, превращается уже в банальное копирование. Большой кроссовер внешне почти не отличается от среднеразмерного CX-5. Модели очень легко перепутать. Разница, по сути, только в размерах. Дизайн, скопированный с младшей модели, кажется слишком легковесным для солидного автомобиля. Хочется чего-то более серьезного и убедительного. Впрочем, больших кроссоверов с агрессивным дизайном предостаточно, а вот с дружелюбным и стильным совсем немного. И, видимо, именно эту нишу планирует занять Mazda CX-9. Новая девятка стала чуть короче предыдущего поколения, при этом колесная база увеличилась на 55 мм. В результате добавилось пространство в салоне, который по-прежнему имеет третий ряд сидений. По заявлению производителя, кроссовер стал значительно комфортнее за счет улучшенной шумоизоляции. Все кресла теперь имеют новую конструкцию. В отделке интерьера использованы более дорогие материалы – кожа на, па и наклад из натурального розового дерева. В основе новой мультимедийной системы Mazda Connect – 8-дюймовый сенсорный экран и аудиосистема из 12 динамиков. Главная технологическая инновация – новый турбомотор семейства Sky Active объемом 2,5 литра. Он заменит бензиновый атмосферник объемом 3,7 литра. Мощность нового двигателя – 230 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается только 6-диапазонный автомат. Новая Mazda CX-9 будет предлагаться как в полноприводном, так и переднеприводном вариантах. Продажи на североамериканском рынке стартуют весной следующего года. Никакой информации о появлении кроссовера у российских дилеров на данный момент нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин